Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Бытия. Ранее мы как бы точкой отталкивания для этих бесед имели список Геннадьевской Библии, 1499 года в переводе на русский язык. Но так как не все фрагменты шестой главы были переведены издательством «Актион», то мы сейчас обратимся к септуагенте в переводе Павла Юнгерова. Он не смог перевести всю книгу Бытия, он перевел 24 главы. Это то, что он успел перевести. Но сейчас публикуются другие переводы септуагинты, и мы будем как бы отталкиваться от этого авторитетного для церкви текста или по списку Геннадьевской Библии, или по Юнгерову, или по другим переводам, также обращаясь, конечно же, и к церковно-славянскому тексту Елизаветинской Библии. Итак, сегодня шестая глава. И было, когда люди начали размножаться на земле, и дочери родились у них, сыны Божие, увидевшие дочерей человеческих, что они красивые, стали брать себе жен из тех, какие нравились. Сыны Божие, по-еврейски это Бней Элугим, в начале книги Иова это выражение означает ангелов, безусловно, ангелов. Но с древних времен существовали разные прочтения этого текста. И если мы посмотрим у святых отцов, то святые отцы разнятся по этому вопросу, кто такие сыны Божие из шестой главы книги Ботия. Часть отцов соглашаются с тем, что это Бней Элугим, в таком как бы древнем понимании этого выражения, то есть ангелы Божие, которые прельщались красотой земных женщин, вступали с ними в сексуальные связи, и от этих саитий рождались исполины. Но более близкая к нам группа отцов, не менее авторитетная, это те отцы, которые говорили, что сыны Божие – это сифиты, то есть потомки праведного сифа, а дочери человеческие – это каянитки, потомки нечестивого каина. И Бог наводит потоп на землю, чтобы очистить землю от смешения града Божия с градом человеческим, как рассуждает Августин Сифитов с каянитами. А Климент Александрийский в своем педагоге пишет, «Два возничих есть на небе, только их, одних, огонь и слушается. Благоразумие, отклоняемо бывает удовольствием от своего пути, и здравое мышление, не обуздываемое словом, легко впадает в надменность, и следствием сего уклонение бывает низвержение. «Доказательством сего служат ангелы, оставившие красоту Божью ради красоты, приходящей и не свергшейся с неба на землю». То есть понимание Климента Александрийского, ангелы пристились красотою земных женщин и низверглись с небес. Немессий Эмесский о природе человека пишет, «Из бестелесных существ только ангелы изменились к худшему, и то не все, а лишь те из них, которые, увлекшись к низкому, возымели склонность к земным вещам, отступив от общения с Высшим и Богом». Но вот если мы посмотрим объяснение Ефрема Сирина, это его гамилия на книгу «Пытия», то он излагает точку зрения, которая к нам ближе. «Сынами Божьими называются сыны Сифовы, а они, как чадо праведного Сифа, именуются народом Божиим. Прекрасные на вид дочери человеческие, которых увидели сыны Божия, дочери Каиновы, их красота и убранство послужили сетью для сынов Сифовых. Слова же брали их себе в жены, какую кто избрал, показывают, что когда они брали их себе в жены, тогда были высокомерны с ними, совершая выбор. Бедный превозносился перед богатою, старый перед юною, самый безобразный надмивался перед самой красивой». То есть брали, имеется в виду, не по согласию, а даже с неким и насилием. И далее мы читаем. «И сказал Господь Бог, не будет пребывать дух мой в людях сих вовек, ибо они суть плоть, будут же дни их сто двадцать лет». То есть Господь принимает решение не просто сразу взять и уничтожить род человеческий. Нет, сначала Он ограничивает срок их жизни, чтобы обратить их внимание на то, что эта жизнь не является некой самой целью нашего существования, что она в любом случае кратковременна. Итак, Господь произносит слова «Не будет пребывать дух мой в людях сих вовек, ибо они суть плоть». Плоть имеется в виду то, что противоположно духу. И если бы Господь не вдохнул бы в первого человека дыхание жизни, то он даже не стал бы плотью, оставался бы прахом земным, глиной, которая называется на востоке Адама, то есть красная глина, из которой он и был создан. Блаженный Августин в трактате о Троице, 13-12, пишет, «Правосудием Божиим род человеческий был предан во власть дьявола. При этом грех первого человека с самого начала переходит на всех рожденных от смешения обоих полов. И долг первых родителей ложится бременем на всех потомков». Этот переход был впервые обозначен в книге «Бытия», там, где змею сказано «будешь есть прах», а человеку сказано «прах ты и в прах возвратишься». Тем, что сказано «в прах возвратишься» предвозвещается телесная смерть. «Ведь и ее человек не познал бы, если бы остался праведным, каким был сотворен». А тем, что Бог говорит живому «прах ты», Он являет, что весь род человек переменился к худшему. Ибо эти слова «прах ты» равнозначны тому, как если бы он сказал «не останется дух мой в этих людях, потому что они суть плоть, из этого явствуют, что человек предан тому, кому было сказано «будешь есть прах». То есть получается, что по Августину человек прах, в том смысле, как змей питается прахом и дьявол питается нашими грехами. Если человек отрывается от духовной жизни и живет только плоской жизнью, то это даже не в усладу человеку, потому что это все краткосрочно. Это вснеть, то есть в пищу дьяволу. И саму нашу плоть черви пожрут в земле. Это очевидная реальность. И далее мы читаем. Исполины же были на земле в те дни, и после того, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, оные исполины были от века люди именитые. Исполины по Августину – это великаны. И действительно, в древней традиции, кстати, в Священном Писании, говорится о великанах. И в том же монументальном труде о Граде Божьем, 15.23, Августин пишет, и так по каноническому писанию, как еврейскому, так и христианскому, христианским писанием он называется Туагинту. Представляется несомненным, что до потопа было много гигантов, и что они были гражданами земнородного общества людей. Сыны же Божии, которые произошли по плоти от Сифа, уклонились в это общество, оставив правду. То есть особенно это возникает тогда, когда благословенные сифиты смешиваются с каянитками. Или, как учили другие отцы, ангелы падшие совокупляются с земными женщинами, происходят какие-то страшные генетические мутации, и от этих смешений появляются вот эти исполины-акселераты, которые гордо превозносятся над всем, и грабеж входит в этот мир, в мир людей. Поэтому, когда говорится о том, что они люди именитые, имеется в виду дурная слава этих исполинов. «Увидел же Господь Бог, что увеличились злодеяния людей на земле, и всякий прилежно помышляет в своем сердце о зле во все дни». Казалось бы, слово «прилежный», «прилежание» – это о чем-то хорошем, как и слово «именитый». На самом деле не всегда так. То есть зло умножилось в этом мире, оно становится торжествующим, и помыслил Бог, что сотворил человека на земле, то есть для чего, и размыслил по Феодориту, определил истребить людей, а по Златоусту, а прежде истребления, долго размышлял, вот как велик грех человека. То есть сначала Бог ограничивает срок жизни людей, потом Он пребывает в неком как бы размышлении, а о чем это? Разве Богу нужен какой-то процесс? На самом деле эти антропоморфизмы научают нас не принимать судебного решения без долгого рассуждения. «И сказал Бог», то есть после того, как помыслил, размыслил по саптуагенте, «И сказал Бог, истреблю человека, которого я сотворил с лица земли, от человека даже до скота, и от гада до птиц небесных, ибо я размыслил, что сотворил их». То есть размыслил, я все взвесил, все оценил по-церковно-славянски. «За не размыслих, яко сотворих я». То есть Бог их сотворил благо, а они уклонились от блага в сторону. Вот эта фраза «от человека даже до скота», по-славянски, «от человека даже до скота» – это свидетельство падения людей, когда их жизнь становится скотской. И они как бы уже не оправдывают своего существования ни в каком виде. «Ной же обрел благодать пред Господом Богом». По-церковно-славянски «Ной же обрете благодать пред Господем Богом». «Вот бытие». «Бытие» по-гречески «история», наподобие того, как говорят, «вот житие». «Житие» «история». «Вот бытие Ноя». «Ной был человек праведный, совершенный вроде своем, Ной был угоден Богу». Здесь немножко непонятно вот это уточнение «праведный, совершенный, вроде своем». А что значит «вроде своем»? Вроде праведный и совершенный, а вроде и неправедный и несовершенный? Что это может означать? Имеется в виду, что в свое время Ной в своем роде был самым праведным и самым совершенным человеком. Но живи Ной, например, во времена праведного Авраама, может быть, он считался бы горьким пьяницей, и этим бы все ограничивалось. Но в свое время он был совершенным человеком, лучшим человеком своего поколения. «Хотя святые отцы иногда предлагают другое истолкование, они говорят, это сказано в похвалу Ною». То есть даже в таком мире, который не спал до скотского состояния, Ной оставался праведным и совершенным. Приемлемо как первое истолкование, так и другое, потому что в этом богатство традиций, а наша задача как бы исследовать каждую возможную экзогетическую позицию. Ной был угоден Богу. По-славянски «Богу угоди, Ное». Родил же Ной трех сыновей Сима, Хама и Афета. Если имя Ноя означает утешение, Ноах, то имена его трех сыновей, будущих родоначальников человеческих рас, они очень символичны. Сим, по-еврейски «Шем», означает «славный», то есть тот, кто имеет имя, имя. Например, по-еврейски фамилия «Шем Мишпаха», имя семьи. А Сим, Шем – это родоначальник еврейского народа, арабской нации, ассирийцев, то есть тех древних племен, некоторые из которых уже не существуют, но которые составили славу, проявили величие в своем существовании. Хам означает «горячий». И Хам, отец Ханаана, это родоначальник негроидной расы, если Сим – это отец всех семитов, а негроидам свойственна вот такая горячность, темпераментность, достаточно посмотреть на их африканские танцы. Ияфет или Яфет, вот есть слово, такое название «Яфа», это название города в Святой Палестине, то есть красивый. И действительно цивилизация, созданная индоарийскими народами, европейскими народами, цивилизация Греции, Византии, Рима, древней Руси – это красивые цивилизации. Таким образом, имена точно давались в неком пророческом озарении, и они являлись характеристиками не только самих этих людей, носителей этих имен, но и тех рас и народов, которые произошли от них. Если мы начнем вспоминать великих ученых, то будут одни еврейские какие-то имена в основном. То есть они действительно составили себе славу в своем имени. «Хамид» – это горячность, «Яфет» – это красота. «Родил женой трех сынов – Сима, Хама и Яфета, но растлилась земля пред Богом, и наполнилась земля неправдою». Что значит «растлилась земля?» А как может, собственно говоря, земля растлиться? Казалось бы, такое совершенно невозможно. Имеется в виду, что исказился характер отношений существ, которые жили на земле. Так, например, блаженный Августин, это его трактат о жизни христианской, пишет, «Разумеющее дело, таким образом, может спросить меня в ответ, был ли Адам, первый человек, сотворенный Богом в начале мира, осужден за неверность или за грех? Я не нахожу здесь никакого неверия». То есть в Адаме не было неверия. «Но одно только непослушание, из-за которого он и был осужден, а по его примеру подвергаются осуждению все остальные. И Каин был осужден не за неверие, а за убийство брата. Для чего же больше, если я читаю, что весь этот мир был погублен потопом не из-за неверия, но из-за преступлений?» То есть растление носило нравственно-моральный характер. Не в том смысле, что исказились их вероубеждения. Они не так далеко были от времен Адама и Евы. Они, конечно, помнили о том, что есть творец этого мира. Но их нравственность не соответствовала идеалу их веры. Ефрем Сирин пишет, «Поскольку сыны Сифовы брали себе в супружество дочерей Каиновых и пренебрегали прежними женами своими», по Ефрему получается, что они брали их в дополнение к своим, таким образом унижая своих жен, «то последние», то есть каянитки, «начали пренебрегать хранением чистоты и стыдливости в соблюдаемых ими до того времени ради мужей и вместе с ними», то есть теми, которые сифитки. «И как невоздержание это распространилось в мужах и женах, то Писание говорит, всякая плоть извратила путь свой». Есть другое объяснение. Растлилась земля, растлились отношения между людьми, не только между мужчинами и женщиной. Люди стали ходить во след иной плоти, как говорится об этих временах в Библии, что значит во след иной плоти, мужчины за мужчинами, женщины за женщинами, человек за животным. То, что до потопа могли возникнуть формы скотоложества, это может объяснить, почему вместе с людьми погибают и животные. Потому что, если мы вспомним закон Моисеев, там прямо сказано, что если женщина вступает в отношения со скотом, то побивается камнями не только женщина, но и скот, с которым она вступила в отношения. Или мужчина вступает в отношения со скотом, и мужчина побивается камнями и этот скот. Поэтому здесь есть некая разноплановость, но растлилась земля пред Богом и наполнилась земля неправдою. Кстати, мир приближается к своей гибели именно через растление, когда перестают стыдиться очевидного греха. «И видел Господь Бог землю, то есть Он ее обозревал, Он не просто вынес решение, и была растлена, ибо извратила всякая плоть, то есть не только плоть человека, но и животного, всякая плоть, путь свой на земле». Ну, там, собака могла бегать за кошкой, там, кошка за собакой и так далее. Есть такая еврейская агода. «И сказал Господь Бог Ною, время смерти всякого человека наступило предо Мною, ибо земля наполнена ими неправдою, то есть ими людьми, и вот я погублю их и землю». Существование земли становится бессмысленным, потому что землю, сказано в Псалтире, он отдал сынам человеческим, а если сыны человеческие не будут жить на земле, то зачем она существует? «Посему сделай себе ковчег из дерев негниющих, негниющих, это как раз вот из дерева гофер, то есть это негниющее дерево, четырехугольных, небольшие отделения сделай в ковчеге, и смолою покрой его изнутри и снаружи». Если смолой покрывают для того, чтобы вода не протекла, то, казалось бы, логично только снаружи. Зачем изнутри? Ковчег – это символ церкви, об этом писали очень многие древние отцы. Смола – это то, что напоминает людям об адской гиене. Смола снаружи – это проповедь, обращенная к внешним людям, мирским, о том, что если они не исправятся, они погибнут. Но смола внутри – это проповедь к своим. Если они отступят, они погибнут в адском пламени. Принадлежность к церкви еще не является панацеей того, что человек точно обретет рай сладости, преодолеет в себе все недуги, все проблемы. Человек может выпасть даже из рая сладости, церковной жизни, если не сохранит твердости, исповедание не проявит целомудрие веры. И сделай ковчег так. Длина ковчега – 300 локтей, ширина – 50 локтей, а высота его – 30 локтей. Описание ковчега глубоко символично. И отцы древние рассматривали буквально каждую деталь. Каждую деталь. И давайте посмотрим, что пишет Блаженный Августин. Длина человеческого тела от темени до подошв в шесть раз больше высоты, которая измеряется от спины до живота. Или если измерять человека в лежачем положении, обращенного лицом вверх или вниз, то длина его от головы до ног в шесть раз больше, чем ширина его груди справа налево или слева направо и в десять раз больше, чем высота от земли. Соответственно, этому и ковчег был сделан в 300 локтей длины, 50 ширины и 30 высоты. Дверь же, которую он имел сбоку, есть, конечно, ничто иное, как та рана, которая возникла от пронзения копьем ребер распятого на кресте. Этой дверью входят приходящие к нему, так как из нее истекают таинства, которыми освящаются верующие, то есть крещение Евхаристия. А то, что ковчег велено было построить из деревьев четырехугольных, показывает непоколебимую во всем жизнь святых. Какой бы стороной не повернуть квадрат, он будет стоять. Так же точно и все остальное, что говорится об устройстве этого ковчега, обозначает собою относящиеся к церкви. И действительно, церковь в Библии – это тело Христова, это человеческое тело. И описание ковчега – это именно проекция церкви, как тело Христа под головою самого Сына Божия. И все здесь глубоко символично. С водом сделаешь ковчег и в локоть сделаешь его сверху, а дверь ковчега сделаешь сбоку, а нижнее, второе, третье отделение сделаешь в нем. Я же вот наведу потоп, воду на землю, чтобы погубить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небом и что на земле скончается. Когда придет кончина этого мира, в котором мы живем, только принадлежащие к церкви переживут спасение. Первый мир погибает в водах потопа, второй мир, это мир, в котором мы с вами живем, сберегается для огня, как у апостола Петра, и сказано, земля и все дела на ней сгорят. «И поставлю завет мой с тобою», продолжает Господь речь по отношению к Ною, «войдешь же в ковчег ты и сыны твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Вот выходить они будут другим порядком. Здесь сначала сказано, мужчины, ты и сыны твои. А вот выходить будут иначе. Ты, твоя жена, твои сыновья и их жены. А здесь мужчины раздельно, женщины раздельно входят. «Войдешь же в ковчег ты и сыны твои, и жена твоя, они раздельно, и жены сынов твоих с тобою». О чем это? О том, что они взяли обет на все время потопа, воздерживаться от сексуальной близости, сексуальных отношений, то есть пребывать в посте. Так как люди до потопа, они все были вегетарианцы, то единственная форма поста, доступная для них, это именно воздержание. А почему им надо воздерживаться, если они знают, что они будут спасены? Когда мир гибнет, все должны пребывать в воздержании и в трауре. И от всех скотов, и от всех гадов, и от всех зверей, и от всякой плоти, по паре, от всех ведешь в ковчег, чтобы питать собою мужеского пола и женского, они будут. От всех птиц, летающих по роду, и от всех скотов по роду, и от всех гадов, ползающих по земле по роду их, по паре, от всех войдут к тебе питаться с тобою мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую будете питаться, и собери себе, и будет тебе и им пища. И сделал вновь все, что повелел ему Господь Бог, так он и сделал. Когда-нибудь наступит момент, что Церковь выполнит все то, что повелел ей Господь. А что Господь повелел Церкви? Идите и проповедуйте Евангелие. Идите и проповедуйте Евангелие. И миссия Церкви – огласить всю землю проповедью Евангелия, и тогда конец, как и сказано. И проповедано будет сие Евангелие Царствие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И только те, которые в Церкви, обретут спасение. Мы знаем, что в ковчеге были чистые и нечистые животные. Далее мы увидим объяснение отцов. Отцы говорят, и в Церкви есть чистые, праведные и нечистые грешники. Но и те, и другие, находясь в Церкви, одни имеют средства поддерживать свое благостное состояние. Другие грешные, нечистые средства – исправлять. Любой, находящийся в Церкви, и грешник, и праведный, может обрести спасение в ней. А вне Церкви, хотя бы по жизни кто-то был бы, как и ангел, он не может обрести путь спасения. Как я часто привожу такой пример, каким бы искусным не был бы врач, например, хирург, он не может делать операции на свое собственное сердце. Так мы нуждаемся в помощи извне. Ной и его сыновья строили ковчег более ста лет. И более ста лет стучали их молотки – Ноя, Сима, Хама и Афета. И предания древние учат, что люди смеялись, потому что ковчег строился на суше. И люди говорили, где вы найдете столько воды, чтобы поднять эту махину, как и сейчас. Некоторые со скепсисом говорят, зачем нам эти храмы, зачем нам эта церковь, для чего все это. Все это лишено смысла. Но когда пошел потоп, люди изменили отношения. Но двери ковчега уже были закрыты. И когда Бог закроет дверь спасения для язычников, на короткое время откроет для Израиля, и потом будет конец мира, никто же не сможет войти в церковь. Поэтому сегодня время благоприятное. Сегодня время спасения. Церковь созидает ковчег. Мы как бы слышим в каждой проповеди ритм ударов молотков Ноя, Сима, Хама и Афета. Что же ты стоишь, присоединяйся к созиданию церкви, этого ковчега нашего спасения. Спаси Господь.